Добрый вечер. У Петрковской центральной районной больницы отбылась знаковая падея. После реконструкции, которая велася на протягу года, открыты приемные и педатришные отделения, а так само новый Харшовый блок. Каля 7 миллиардов рублей были выдаткованы на проведение рамотных работ и 1,5 миллиарда на набытье обсталявания. Дмитрий Котов протягнет. Для каждого города повышение якости медицинского обслугования мая великое значение. А для городов с невеликой колькостью насельництва открытие подобных социально-значных объектов з'ява удвоя приемная. Проведенная реконструкция у центральной районной больницы выник пленого супрационниства мясовых уладов, будовников и медперсонала. Кульминационный момент переразания червоной стушки и новые отделения официально подчинают свою працу. Калитеатр распочинается с вешалки и тукожная больница с приемного отделения. У Петриковской ЦРБ приемный покой будет принимать пациента круглосуточно. У Тымлику, у выходные и святочные дни. Есть все необходимое для оказания першесной медицинской допомоги. Оборудование, которое у нас сейчас появилось в приемном покое, оно позволит на расстоянии практически подавать, консультироваться по кардиограмме по пациенту любого врача с района вместе с дежурным врачом и дежурным ремневматологом ЦРБ. И, так скажем, принять им дальнейшие тактики по лечению и ведению данного пациента. Имеется взаимосвязь приемного покоя, конечно, с отделением скорой медицинской помощи, со всей сетью, которая имеется в районе. Дякуючи проведенной реконструкции у Петриковской ЦРБ полностью заменена мебля, заявилась палата повышенного комфорта, обсталявана гульневая комната, где дети смогут текаво и с корыстью проводить вольный час. Не секрет, что позитивный настрой пациента уплывая на процесс выздоровления. А гульная сумма, якая была затрашена на новые объекты – 8,5 миллиардов рублей. Головное, что проведение ремонтных работ нияким чином не повплывало на оказание медицинской допомоги у ЦРБ. У нас имеются дополнительные площади, на которых мы разместили педиатрическое отделение, создали условия на тот период, пока мы делали ремонт. Пациенты наши не остались без стационарной медицинской помощи в качестве педиатрии. Завершенная работа по реконструкции ЦРБ – не подстава для отпочинку. Уже зараз районные улады будуют планы по дальнейшим развитии медицинской голены. Много еще впереди нас ждет именно в здравоохранении. Это открытие родильного дома, который на сегодняшний день в Петрикове отсутствует. Ну и, конечно, то, что сегодня делается благодаря и облсполкому, и, конечно, здравоохранению облсполкома. Я надеюсь и уверен, что у нас еще будет много сделанного в дальнейшем благоустройстве нашей больницы. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. До новинок выборчей кампании. Сгодно с даденами областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, за четыре дни до терминового голосования на участки, які размешаны на территорию Гомельской области, пришло к рыху больше, как 30% выборщиков. Олег Сентюров подзекавился ходом выборчей кампании в Добрышском районе. Увесы Крупец Добрышского района выборчий участок разместили у будинку сельского совета. Тут и место хапае, и для насельниц возручно. Сами вязковцы кажут, что работа в сельском местовом сезонная, и коли ёсь час, необходно прийти на участок. До речи, подчас до терминового голосования вязковцы не сапсовали ни одного бюллетеня, что можно лечить еще одним подтверждением. Тут выборчий процесс организован на належном узровне. Никаких вопросов не возникает, выборы проходят спокойно, в спокойной обстановке. Так что, как бы так, никаких вопросов пока у избирателей и по проведению выборов, по организационным вопросам, все отлично. Настрой, за кем идут на участки выборчики, перш за все залежать от узровню их життя. А тому далеко неопошнее значение мают выники деянности сельскохоспыдачных предприемств. По климатичных умовах у Добрышском районе гэтый год был неопростым, а ле покажчики у основном не горш, чем у минулом годе. У акционерном товарице Жгунская лидерами себе не лечить, а ле и не скарзиться. Акционерное товариство Жгунская Добрышского района, господарка рентабельная, валовый сбор сборжа с великом кукурузы на узровне минулого года, надое молока больше леточных. В угле, сдаются причин, как не прийти на выборчий участок, уже хоров агрогородка нема. На участку у агрогородку Жгунь зарегистровано крыху больше тысяча выборщиков. Сказать об их низкой активности не приходится. Причем у каждого своя причина принятию дел у выборчей компании. 86-годовая Мария Кржановская узгадывая, яким было життё увёзся после Великой Отчины, и додает, что не жадает ничего подобного своим нашаткам. Я в школу не ходила, война была, обушевала немец. Матка меня не пускала никуда в школу. Он сказал, а куда я прячь, кач, крослы. Вот чем мы занимались в то время. Тогда в магазинах не было ничего. Процесс голосования увёзся в своей особливости, пеш за всё тем, что тут нема чужих людей. После того, как бюллетень опыняться у скрыни, можно доведаться о пошней новинной и поделиться с одновесковцами своими клопотами. Шматк, кто зык, з выборчих участка, накеровывается на работу у сега с предприемства, ті на прасядібные участки. Тым божь, што на дворе я сприяя проведению работ. А вось 11-го кастычника кажуть, при любым на дворе яны обовязково зробись сабе выходны. Тым божь, што на гэтый день по всей Гомельской области запланованное масштабное культурно-спортывно-забовляльное мероприемство. Александров, Ёген Макеенко, Телерада компания «Гомель», Добрский район. Завтра у Беларуси буде означаться День работників культуры. Гэта свята людей творших професій. Их призвання – створать атмосферу урошистости и заховывать культурную спаршину наших протков для будущих покаленьев. Про то, якими перемогами и досягненнями будуть знаменальны гэтый год, в интервью ведущим Александру Гавейку рассказала начальник Галонного управления идеологичной работы «Культура и по справах молоди» Ирина Даугала. Добрый день, Ирина Викторовна. Рад видеть в студии областного телевидения. Добрый день. Ежегодно во второе воскресенье октября в Беларуси отмечают День работников культуры. Какое количество гомельчан и жителей области причастны к этому празднику? Сегодня в Гомельской области порядка 1200 учреждений культуры. И работает сегодня во всех учреждениях больше 8,5 тысяч человек. Казалось бы, это много, но поверьте, на полуторамиллионную аудиторию Гомельской области, а еще и гости города и нашего региона, то, конечно же, эта армия старается обеспечить культурный досуг наших людей. Насколько плодотворным был 2015-й для работников этой сферы? Какие из побед наших коллег обязательно стоит упомянуть? Вы знаете, вообще участие, стараемся, как в спортивном принципе. Главное не победа, а участие. Действительно, конкурсов, фестивалей было очень много. И не хочу ни в коем случае никого из наших призеров, победителей и так далее упустить или не упомянуть. Но из таких каких-то ярких международных особенно событий не могу не упомянуть, конечно же, цирковую студию «Арена». Они участвовали в Архангельске в международном конкурсе. И стали победителями. И представляли нашу страну, не просто как Гомельский регион, а Республику Беларусь, на цирковом детском конкурсе в Израиле. И приехали оттуда не просто не с пустыми руками, а приехали победителями. Поэтому это, конечно, очень хорошо. Не могу сегодня не сказать о том, что хор «Мальчиков» из Светлогорска участвовал тоже в международном конкурсе и тоже стал победителем. Калинковическая музыкальная школа. Обратите внимание, насколько разные регионы. Это не только там, да, город Гомель, где это принимало участие. Это тоже было в этом году. Это вдвойне показательно, раз ребята из небольших населенных конкурсов побеждают на крупных конкурсах. Конечно, конечно. Они выезжают, они не боятся себя показать. Значит, и база там достойная. Конечно. Естественно, это и материально-техническая база. Это высокий преподавательский уровень и художественных руководителей. Наш коллектив Гомельский представлял, опять-таки, не только Гомельскую область, но и Республику Беларусь на международной выставке в Сочи. И живица представляла, опять-таки, и Гомельскую область, и Республику Беларусь в Милане. Уверен, был насыщенным 2015-й и на события культурной жизни. Что в этом плане стоило бы выделить? Вы знаете, наверное, я не буду очень оригинальной, но 2015-й год, я больше чем уверена, что для всех жителей это было главное событие, конечно, победа в Великой Отечественной войне. И вот таким главным, таким лейтмотивом для не только учреждения культуры, а, наверное, для всех сфер, конечно же, было именно это. И, конечно, я не могу сегодня не упомянуть совершенно великолепный фестиваль молодежи в Лоеве. Лоев, который получил новое дыхание, Лоев, который получил потрясающий монумент. И, конечно же, сегодня не просто увековечена память 365 героев Советского Союза, это и выставка военной техники, это и совершенно великолепная стелла, которая не просто увеличена, да, и у нас сегодня гости приезжают и не могут поверить, что в таком... Небольшой населенный пункт. Да, населенный пункт. И вот это все на берегу совершенно живописном Днепра. И вот этот город превратился в совершенно потрясающий именно благодаря работников культуры. Их вот этим изюминкам, придумкам, вот этим интересным, совершенно неординарным проектам, которые были воплощены именно вот в этот праздник. Конечно, я не могу сказать, что сегодня земля под белыми крылами, которая в течение многих лет проводится в Мозыре, и туда съехалось просто колоссальное количество талантов. И это новые и новые люди, которые выходят на сцену, и вот эти горящие глаза, которые мы видим, это потрясающе. Так что событий много, и мы уверены, что и этот год мы будем завершать. Но у нас сегодня главное политическое событие в преддверии. И опять-таки работники культуры в день выборов 11 октября, я уверена, сделают для всех избирателей потрясающий праздник, куда мы ждем каждого избирателя, как говорят, всей семьей на выборы. Что ж, в завершении нашего разговора ваши пожелания работникам культуры Гомельской области. Я хочу пожелать им в первую очередь, конечно же, здоровья, творческих порывов, огня, чтобы никогда не было вот все, руки опускаются, и больше, значит, завтра будет новый поток идей, вдохновения, счастья, и, конечно же, знаете, такого чувства плеча команды. Потому что коллектив, даже если это отдельный исполнитель, он все равно не один. С ним работают гримеры, звукооператоры, костюмеры и так далее, и так далее. Гомельская область была, есть и будет лучшей в сфере культуры. Всего самого доброго нашим работникам. С профессиональным праздником и вас. Спасибо за добрые слова. И до встречи в эфире Гомельского областного телевидения. Спасибо. Всего доброго. До свидания. В Гомельском областном музее военной славы сусветный день пошты ознашли открытием выставы. Экспозицию под названием «Полевая пошта» просвятили военные тематыцы. Экспонатами стали конверты, поштовки и марки. На атрибутах корреспонденции – Герой Советского Союза, Момонты войны и Перамоги. На видовольнике музея на свой густ могли выбрать одну с поштовок и кинуть у скрынию, стилизованную под полевую пошту. Организаторы пообиацали, что адресат отрымая послание, у якой бы кропцы планеты ее не знаходился. Сегодня наши коллеги, друзья, рубил почту Гомельской, они изготовили штемпсель, будет штемпсель гашения своего музея на сегодняшний день. Это такой интересный очень факт, благодаря и Минским центральному управлению. Акцию «Полевая пошта» плануется зарабить постоянной. Светками ей старту стали школьники Гомеля и города-побратима Абердина. В этот день они приняли удел в поштовом квесте. Каждый из них написал лист миру и склал в выгляде солдатского трыкутника. Послания абердинских школьников застались у музея военной славы. В тот час гомельские листы отправились в один из музеев Шотландии. Новые регионы и информацию о проектах телерадо компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tsvr.gomel.by На этом выпуске завершено. Студия працавала Маргарита Швукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин